Уже совсем скоро начнутся масштабные посевные работы и вполне логично, что сейчас все дачники и огородники задачены вопросом, каким овощам отдать предпочтение и высевать в новом сезоне. Ну а так как сегодня в садоводческих центрах и просто магазинах настолько огромное разнообразие сортов и гибридов, то можно просто растеряться и смутиться перед таким выбором. Поэтому я сегодня хочу сделать краткий обзор семян помидоров, которые я выбрала для посева в этом году. Расскажу почему именно эти сорта гибридные и по каким характеристикам я их отбирала. А вас прошу делиться своим мнением и предпочтениями в отношении этих и других семян томатов. Итак, начну с того, что свой выбор я всегда начинаю отталкиваясь относительно места выращивания. Это в теплице или в открытом грунте, так как для открытого грунта нужны невысокие томаты, а для теплицы наоборот, с неограниченным ростом. При этом, учитывая, что всхожесть томатов составляет процентов 75, то к необходимому количеству семян добавляю еще 25%. Следующий параметр, на который я обращаю внимание, это срок созревания, то есть период от начала посадки семени и до достижения плодов съемной спелости. И тут я уже отталкиваюсь от климата в моем регионе и предпочитаю ранние и среднеспелые сорта. Далее, еще важным моментом при выборе томатов для меня является их кулинарное предназначение. И так как я очень люблю томатный сок и, конечно же, консервирую его на зиму, то в большом количестве я предпочитаю крупноплодные и очень сочные бифы. Почти такие же томаты со сладкой мясистой мякотью, но менее жидкие, я выращиваю для салатного назначения и совсем немного, буквально 1-2 сорта для консервации. И для этих целей выбираю томаты с плодами среднего и мелкого размера, которые имеют такую плотную кожицу и сладкую мякоть. Ну а теперь, что же касается названий конкретных сортов и гибридов, то для открытого грунта в этом году я выбрала уже многократно проверенный мною такой раннеспелый гибрид, как Катя. Это надежный томат универсального типа, который при любых условиях выращивания не оставит вас без урожая. Его плоды небольшого размера, массой по 100-130 граммов и устойчивы к растрискиванию. Другой томат крупноплодной любительской селекции это золотые купола. Его плоды такой округло-сердцевидной формы, очень красивые оранжево-желтые окраски, мясистые и массы от 400 до 800 граммов. Выращивать эти томаты я буду в первый раз, и поэтому надеюсь, что характеристики сорта по вкусовым и качественным параметрам будут соответствовать заявленным. Далее, такой новый биф-томат для любителей крупноплодных помидоров, то есть для меня, это раннеспелый сорт Купец Молодец. Это скорее салатный томат, плоды которого в товарном виде достигают 400 граммов, и, что очень важно, без зеленого пятна у плодоножки. Следующий салатный крупноплодный томат называется абаканский розовый. Это среднеспелый сорт, который подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. И его плоды такие слаборебристые, и внешне очень похожи на бычье сердце, массы до 500 граммов. И, наконец, еще одна новинка сезона, которую я буду выращивать в открытом грунте, это крупноплодный томат под названием орлиный клюв. Это среднеспелый сорт сибирской селекции с крупными плодами массы до 800 граммов, с плотной мякотью малиново-розового цвета, которые внешне напоминают мощный изогнутый клюв орла, что мне очень понравилось. Ну а теперь перейдем к томатам, которые я приобрела для выращивания в теплице. И сразу отмечу мой один из любимых проверенных временем сортов 100 пудов. Скорее всего, большинство из вас знакомы с ним, ведь это один из самых вкусных томатов с такой необычной гофрированной формой плодов, массой до 300 граммов, и, конечно же, без зеленого пятна у плодоножки. Это среднеспелый, очень урожайный сорт с мясистыми плодами, которые внутри имеют такие небольшие пустоты, но это в целом их не портит, и они отлично подходят для салатов. Следующий проверенный томат это Самара F1. Это раннеспелый кистевой гибрид с гладкими плодами округлой формы и небольшого размера, массой до 100 граммов, которые созревают целыми кистями одновременно, что очень красиво и удобно. Плюс к этому гибрид устойчив ко многим вирусным заболеваниям, к растрескиванию плодов и отлично подходит для цельноплодного консервирования. Далее, такой среднеспелый крупноплодный сорт под названием малиновый слон с очень крупными плодами массы до 500 граммов. Они имеют такую слабовыраженную ребристость, плоскую форму и малиново-розовый цвет. На вкус сладковатые и отлично подходят как для салатов, так и для соков. А вот такой раннеспелый кистевой гибрид, как Донна Анна, я выбрала из-за такой отличительной внешней особенности, как носик на вершинке. Мне очень нравятся такие плоды, они округлой формы, слаборебристые, гладкие, массой до 200 граммов, устойчивы к растрескиванию, без зеленого пятна у плодоножки и плотной кожицей. То есть, как раз подойдет для консервирования. И, наконец, разнообразие ради, мне порекомендовали попробовать еще один такой необычный кистевой гибрид, как черная гроздь. Его необычность выражается в мелких плодах черного цвета, которые напоминают ягоды очень крупной черной смородины и имеют сливовое послевкусие. По заверению производителя, гибрид устойчив ко многим известным заболеваниям и, несмотря на небольшой размер плодов, массой по 45 граммов, у него отличная урожайность. Поэтому, по завершению сезона, я, конечно же, сделаю видеообзор реального урожая всех вышеописанных томатов, чтобы наглядно соотнести ожидания с реальностью. И если какие-то из них очень впечатлят, то, конечно же, возьму их в свою коллекцию любимых сортов. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok